Болельщики Лейкерс дождались. Их лидер, главная звезда, вернулся. Но на этом, наверное, все позитивное для их команды и заканчивается. У Лейкерс очень слабый состав. У Лейкерс нет той глубины скамейки, которая могла бы им позволить весь регулярный чемпионат выступать на солидном, серьезном уровне. И я считаю, что только сверхусилия Коби Брайанта могут позволить Лейкерс зацепиться за зону плей-оффа. С кем им выходить плей-офф? У них Джереми Лин, Карлос Бузер, в основном центровой Роберт Сакро. Это выглядит очень смешно. В пользу Лейкерс, кроме возвращения Брайанта, может говорить опыт Карлоса Бузера. Ну и на этом, наверное, пожалуй, все. Лейкерс несколько лет уже стоит на месте. Более того, наверное, он даже идет где-то назад, отпускается ниже, ниже, ниже. Да, болельщики этой команды, конечно, мечтают о том, что возвращение Брайанта все перевернет и Лейкерс предстанет тем коллективом, который был пять лет назад, три года назад, когда они были доминирующей силой на Западе. С этой командой считались, ее боялись. В эту команду стремились прийти сильные свободные агенты. Сейчас этого нет. И я думаю, что с таким составом, как сейчас у Лейкерсова, их потолок это, может быть, 10-11 место не выше.